Дядя, ты пиздец тебе, и ты будешь первым, блядь. Первый дешевый. Вот и все. Вот тебе ответ на твои неформальные проблемы. Что он-то будет в Турции торговаться? Ну, я аплодирую в Дагану, когда разводят лоха. По полной, как бы, да, ну, это отчаяние, с которым Путин ищет переговорные площадки и возможности договориться. Мне, во-первых, очень четко согласуются с сведениями, которые идут в результате резервации. Там реально катастрофа. Катастрофа экономическая, мобилизационная. Все виды катастроф. Военная нарастает. Это уникальная, например, грандиозная проблема с военными ручками. Самолеты есть, экипажей нет. И так особенно, что касается фронтовой авиации. Так вот, проблемы нарастают, и они в короткие сроки, там, февральные, поломают им нахрен филибет в ноль. А Россия пойдет в полный разнос, а на поле боя у него вообще ничего не останется. Они это знают, они спешат любой ценой. С понтами. Оставьте мне четыре, иначе ядерным оружием договориться. Но так как они ищут отчаянно, как это, как это, как это, Рейхсперр тоже хорош, он так конспирирует в свои поиски мира, что даже Шольц догадался. Здесь как раз игра фамилии, да, очень интересная. Так вот, они так конспирируют в свои поиски мира, это так надувает свою силовую позицию, что последнему коту в Организации Объединенных Наций, либо где-то на задворках НАТО, понятно, что они находятся, а, в слабой позиции, б, раз они умоляют и готовы пойти на все, что угодно, но, как бы, да, б, значит, из этой слабой позиции применение, то есть дальнейшее применение силы, про которые они это гордо рассказывают, смущая их наружу, выглядит крайне сомнительно. А значит, если ты заведомо поставился в слабую позицию, да еще поставил в результате скакатиотских действий, имея более сильную позицию, но отобирайтесь на границе 27-го года, там, ля-ля-ля, то, значит, тебя можно доить лоха, дурака дальше, как бы, да, и водить за салома, так его и дурак, это все, и будут доить дальше, потом скрутят и выбросят, как использованный презерватив, потому что нахер никому не думают, почему могли быть.